Здравствуйте, дорогие друзья! Приближается праздник любви, Туби Ав. 15-е Ава, об этом мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтниным. Давайте о любви поговорим. И готов! В Каббале так много о ней, ничего нет другого. Все наше развитие – это развитие к любви, достижение абсолютной любви. Не просто возлюби ближнего, как себя, а через это возлюби вообще все. И главное – творца, то есть вообще все мироздание, все миры. Ты должен наполнить своей любовью. То есть вот это в основе всего, в основе… Ничего другого нет. Всей моей жизни? Вообще человеческой жизни? Всей моей жизни, конечно. Это самый большой праздник. Это конец вообще всего развития человечества. Ну, то есть говорят, есть Песох, есть Шво, есть великие праздники. Нет-нет-нет, это все по дороге, по дороге, по дороге. Окончается все одной большой любовью. А что же он такой скромный тогда, Туби Ав? Ну, мы его еще не достигли. Нет у него корня в прошлом, в истории. Во всех наших праздниках мы их все уже прошли. Мы все их как-то отработали. И в итоге у нас остался только один. Туби Ав. День любви. Вот еще очень интересно, что этот праздник любви, он практически идет через неделю после девятого, самого трагического дня. Это естественно, через шесть дней, да. Потому что мы должны пройти самое большое страдание и так далее. Лишь в противоположность этого мы достигаем абсолютного наслаждения, наполнения, любви. То есть полное скрытие Творца – это в день девятого ава, и полное раскрытие Творца в нас – это день пятнадцатого ава. И вот скажите, пожалуйста, царь Соломон писал, что выходят и иерусалимские девушки в белом, танцуют, появляется жених. Вот это вот происходит пятнадцатого ава. Кого они ищут, эти девушки? Кто это такие, эти девушки? Что за жених появляется? Жених имеется в виду Творец – это аллегория такая. Девушки – это творение, это желание людей, когда они выходят за пределы Иерусалима, в сады, окружающие Иерусалим, в винограднике, в белых платьях. Это ольцетворяет собой эгоизм, который достиг чистоты. Ильбин. И они готовы в таком состоянии, эти эгоистические желания, ставшие альтруистическими, принять в себя Творца. И Творец готов встретиться с ними. И Творец, поэтому готов встретиться с ними. Ни о какой другой любви тут не говорится. Все написано и все делается только для того, чтобы достичь этой вершины, 15-го ава. Но он такой незаметный. Это все. И теперь вот еще один вопрос. Что такое любовь с точки зрения 15-го ава, с точки зрения Кабалы? Потому что мы знаем, что такое любовь с точки зрения нашей. Любовь – это полное слияние всего творения между собой и с Творцом. В своем желании наполнить друг друга, насладить, помочь друг другу и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова